Друзья, я всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим аналитический контент по разным финансовым инструментам и активам. Разумеется, вам в помощь для принятия торговых решений. Также сегодня традиционный для понедельника пройдет эфир, правильный понедельник, это вебинар. Соответственно, тему этого вебинара, друзья, буду определять не я, а вы в формате голосования, которое мы проведем в нашем телеграм-канале. Сегодня в течение дня. Эфир пройдет в 16.00 по московскому времени, поэтому буду рад вас всех видеть. Ну что, давайте разберем итоги пятничной торговой сессии и релиза по Non-Farm Perils, который, как мы и ожидали, оказал значительное влияние на динамику практически всех финансовых активов. И самое главное, это отчет, который уточнил перспективы дальнейшего повышения процентной ставки в США. Можно зайти издалека и вспомнить, друзья, как менялись ожидания участников рынка относительно того, что будет в сентябре. Напомню, что до конца этого года ФРС проведет еще три заседания в сентябре, ноябре и декабре. И после прошлого заседания американского регулятора, которое не оказало значительной поддержки для американского доллара, мы с вами начали оценивать шансы на коррекцию ставки до конца этого года. И на текущий момент, после выхода пятничного релиза по Non-Farm Perils, эта вероятность того, что ставку продолжат активно повышать, растет. И это хорошо, друзья, потому что это то, что нужно для покупателей доллара, это то, что нужно для нас. Напомню, что на заседании американского регулятора, по сути, уже три недели назад, Джером Пауэлл, хоть и повысил процентную ставку, но не дал вразумительных ответов относительно того, что с ней будет происходить дальше. И, по сути, оставил нас без информации. Мы вынуждены были сами додумывать, что, зачем и почему, опять же. Ну, единственное, что отсылка была на те отчеты, которые будут выходить после заседания американского регулятора, и они ответят на вопрос относительно уместности этого самого повышения процентной ставки. До выхода пятничного Non-Farm Perils я предлагал вам рассмотреть такой сценарий, что независимо от характера цифр, мы, скорее всего, увидим более крепкий доллар к концу дня. Так оно и получилось. Но в данном случае релиз Non-Farm Perils оправдал ожидания оптимистов и покупателей доллара, потому что он оказался очень хорошим. 528 тысяч новых рабочих мест. Прогноз был в диапазоне 250-280 тысяч. Причем уровень безработицы в этот раз снизился уже до 3,5%. Это уровни, которые мы последний раз видели до начала пандемии, то есть в конце 2019 года. И сильный отчет по американскому рынку труда, он позволяет Федрезерву, не думая о последствиях экономического спада, вообще не думая о каких-то негативных последствиях своих решений, повышать ставку теми же темпами, что и раньше. Потому что теперь, как это странно бы не звучало, но действительно, опираясь на сильный рынок труда, можно сказать, что экономика не в такой уж и рецессии. Напомню, что некоторое время назад, ну неделю с небольшим, вышел релиз по ВВП за второй квартал. И тогда мы увидели по цифрам, что экономика США снижается второй квартал подряд. Это позволило нам говорить о технической рецессии. Но представители американского регулятора, Министерство финансов пытались несколько принизить значимость этого статуса и постоянно комментировали, что никакой рецессии нету, потому что американская экономика опирается на сильный рынок труда. И мне было вдвойне интереснее дождаться пятничного отчета, потому что хотелось бы, чтобы цифры были, ну не такие уж и сильные, чтобы посмотреть на реакцию американских властей, как они будут оправдываться. Но получается, что властям США и не нужно оправдываться. Они действительно могут продолжать транслировать идею того, что при таком сильном рынке труда, при таком динамичном создании рабочих мест, при таком уровне безработицы, но о каком-то серьезном спаде говорить не приходится. Поэтому я рад тому, что мы в итоге увидели те цифры, которые увидели, потому что они позволяют нам без каких-либо новостных факторов, без какого-либо шума сфокусироваться на одной лишь идее того, что у Федрезерва теперь достаточно аргументов, достаточно оснований, чтобы не сворачивать с пути проведение более агрессивной монетарной политики, направленной на последовательное повышение процентной ставки. И следующим важным триггером и ориентиром для нас будет отчет по инфляции, который выйдет в эту среду в США. Напомню, что июньская инфляция была в районе 9,1%, и я по-прежнему считаю, что пиковые значения еще не достигнуты. Поэтому важно будет проанализировать уже июльские цифры, и на основании этих отчетов базовой инфляции основного индекса потребительских цен попробовать спрогнозировать вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов по итогам сентябрьского заседания. В качестве еще одного аргумента за то, что у доллара все хорошо, можно отметить инструмент FedWatch, который как раз и оценивает вероятность повышения процентной ставки. Если до выхода Non-Farm Perils, благодаря жестким комментариям представителя американского регулятора, вероятность повышения ставки выросла до 40% с 20%, то после пятничного релиза вероятность повышения процентной ставки уже выше 50%. Повышение ставки в диапазоне от 50% до 75%. Индекс доллара сейчас на отметке 106.50. Он опирается, рост этого актива, на повышение доходности американских облигаций, которые в пятницу выросли до 2,82%, на сильный рынок труда и уверенность и оптимизм покупателей, которые оказались правы, не усомнившись в том, что индекс доллара сохранит бычью динамику. Друзья, давайте ждать американскую валюту еще выше. Европейская валюта 1.01.81, поскольку ставка все-таки на значительное укрепление доллара, я думаю, что здесь не нужно, опять же, питать каких-либо иллюзий. Евро останется под давлением. Каких-то обновленных релизов сейчас отметить нет возможности, потому что всю статистику мы проанализировали еще в пятницу. Я думаю, что нужно ждать последующие релизы, смотреть, опять же, за развитием ситуации с энергетическим кризисом в еврозоне и ориентироваться на движение евро-доллара в район паритета. Я допускаю, что это вполне реально. Фунт против доллара 1.20.71. После решения Банка Англии повысить процентную ставку, те из вас, кто решил, что дальше, опять же, у британской валюты будут только бычьи перспективы, я советую несколько пересмотреть свою точку зрения, потому что самым важным было не решение по ставке Банка Англии на прошлой неделе, а сопроводительное заявление и комментарии руководства британского регулятора, в частности, Эндрю Бейли, который возглавляет. Регулятор шокировал, как я отмечал еще в пятницу, всю общественность с прогнозами по экономическому росту, по инфляции, в частности, индекс потребительских цен уже в октябре достигнет 13,3%. Причем Бейли не стал ходить вокруг да около, а отметил, что уже через квартал британская экономика окажется в рецессии, которая может затянуться примерно на полтора года. Ни один из руководителей мировых центральных банков не был настолько предельно откровенным, как Бейли, за что ему большое спасибо, потому что он фактически похоронил британскую экономику. Я думаю, друзья, что мы это можем использовать, чтобы зашортить фунт на среднюю-долгосрочную перспективу с целями 1,19-1,18, текущее значение 1,20-71. Рынок нефти 95,18, раз уж на нефтянку очень сильно повлиял последний отчет по запасам нефти США, который и стал причиной серьезного снижения, ждем данные по запасам за минувшую неделю, которые выйдут в среду. До этих пор в рынок нефти не лезем, собственно, пока вне торговых сделок и вне каких-либо установок и рекомендаций на то, что с этим активом можно делать дальше. Золото 1771 доллар за тройскую унцию. На фоне укрепления доллара, друзья, я предлагаю золото прикрыть и дождаться более интересного, подходящего и уместного непосредственно для золота фундаментального фона. Сейчас все-таки все внимание на доллара, а дальнейшее укрепление позиций американской валюты, рост доходности и трежерис не дадут золоту расти. И доллар-канадец, еще одна валютная пара, мы следили за ней, ждали тест сопротивления 1,30, практически до этой цели добрались, максимум был 1,2983. Сейчас откатили в район отметки 1,2927. Предлагаю дальше держать длинные позиции, потому что в пятницу на фоне сильных данных по американскому рынку труда вышел провальный релиз по рынку труда Канады. Вместо ожидаемого роста новых рабочих мест на 20 тысяч, мы увидели спад больше, чем на 30 тысяч, и это, конечно же, плохо. Еще добавляем сюда и снижение рынка нефти, поэтому у канадца пока что нет шансов. Ждем сопротивления 1,30. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok